Здравствуй, дружок. Добро пожаловать в партизаны, мальчик мой. Всем привет, вы на канале Балетный Синдикат. Меня зовут Андрей и на этом канале я рассказываю, как жить счастливо, когда твоя жена балерина. Хочу извиниться, что две недели не снимал видео, потому что когда от меня уезжает Мариша, мне становится не очень хорошо и я иду не по тому пути, который мы с ней наметили. Меня бросила благоверная, я был не в себе, пошел по пути самоуничтожения. Две недели ничего не снимал, я за последние 10 дней провел в компьютерном клубе 115 часов. Вот и посчитайте, поскольку времени я там был. Я нахожусь в городе Астрахань и у меня начинается период восстановления. После моей операции на ногу тяжело, все болит. Идет пятый день, как я здесь примерно. У меня болит все тело. Я абсолютно не хочу ни двигаться, никуда-то идти, потому что болят мышцы абсолютно все. Те, которые я начинаю качать. Я хожу в зал. Я вчера, например, два часа походил на беговой дорожке быстрым темпом. Схожу с нее, занимаю кроссовок. У меня на пятках кровяные мозоли. Вот настолько сильно я убиваю свой организм, чтобы быстрее войти в форму, чтобы быстрее радовать зрителей своими танцами на сцене. Что могу сказать? Я безумно рад, что я приехал, потому что я не один, а тут горишенька моя хотя бы. Хотя бы есть с кем пообщаться. Сейчас я пойду в зал плюс-минус, отсниму по дороге своих мыслей, расскажу, что нового и какие планы на ближайший месяц. Так много хочется рассказать, что у меня разбегаются, знаете, насчет того, с чего начать. Ну, предлагаю начать с того, что меня, когда выписывали, мне сказали, что еще, пожалуйста, посидите-ка один месяц на больничном. Я сказал, что извините, у меня трубы горят, как бы я не могу. Сказали тогда, под свою ответственность мы снимаем в себя все полномочия и езжайте куда хотите. Мы тут вообще будем ни при чем, если с вами что-то случится. Еще у нас сегодня большое событие. В Астраханский театр приезжают мировые звезды балета. По крайней мере, так заявлено в афише на нашем театре. Я, наверное, не очень хорошо разбираюсь в балете, но что-то из всех имен я не знаю никого, кроме Анны Тихомировой и Артема Овчаренко. Просто когда мне говорят про мировых звезд, я там предполагаю Васильев, Сарафан, Вишнева, там не знаю, Яна Соленко, Танил Синкин. Как я понял, короче, у Анны Тихомировой есть бабушка, которая занимается тренерством по фигурному катанию или что-то такое. И вот в честь нее как бы собрали вечер и танцуют звезды. Это просто к вопросу, что когда твой руководитель раньше работал в Большом театре премьером, вот как бы он и зовет на всякие выступления артистов из Большого. Если у кого-то возникнут вопросы, где я иду и почему все так напоминает дириженский стиль, так нет. Я нахожусь в одном квартале от Астраханского театра, самого центра города. Вот такие реалии. Вот как бы улица Хлебникова. Ну, наоборот, короче. Перевернете видео, ага. Я подхожу к спортивному залу, когда мы искали с Маришей его один год назад. Для нас было важно, чтобы там была сауна. Мы вроде бы такой нашли, но оказалось, что сауна инфракрасная и туда никто не ходит, потому что она вообще не греет. И вообще непонятно, зачем она там. Но я думаю, такой маркетинговый ход, чтобы люди покупали дешевые абонементы, где есть сауна. В общем, поход в этот зал нам стоит 50 рублей в день. Это примерно полторы тысячи рублей в месяц. Очень странное название. Я не очень понимаю, почему так, но я вам сейчас попытаюсь показать. Сейчас. Называется зал Finis. Не очень понимаю, но сейчас попытаюсь показать. Вот наш зал Finis Center. Если у тебя есть какая-то бизнес-идея, как же важно найти таких же единомышленников, которые поддержат твою идею и захотят с тобою разделить твой бизнес-план. Поэтому, когда ты открыл Finis Center, нужно найти такого же человека, который найдет, откроет, в смысле, Finis Bar. Finis. Вот такие дела. Все, я пошел, позанимаюсь в Finis Center. Я закончил заниматься в Finis Center. Иду на репетицию к Маришеньке. У нее в 3 часа впереди на озеро. Она танцует через 5 дней. Как и не люблю заниматься. У меня все болит. Я заставляю себя каждое упражнение перебарываю. Я не знаю на каких морально волевых. Все, я бегу, я немножко опаздываю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, уже ничего нету твоего и моего уже все общее не считая моей зарплаты потому что есть ее зарплата и наша да? все, мы идем домой что-то мы подустали мне даже тяжело держать руку на весу потому что сегодня в зале что-то я себя убил опять не хотел опять заставлял через боль через силу сегодня, подумывая может сходить в кино на планету обезьян в веслоновая планета обезьян а то скажите вам и здесь здесь не хватает нет, хотим на министерство джентльменских дел нет короче не суть подумаем насчет кино если что сообщим переносимся в завтрашний день мы не пошли в кино в общем мы пришли домой полтора часа поспала Мариша потом решил я поспать полтора часа в итоге 9 вечера и мы решили никуда не идти а оставить поход в кино на сегодня поэтому я сейчас иду за вкуснейшей клубникой местной и хочу а Мариши нельзя особо почему Мариши нельзя есть клубнику потому что как мы поняли путем ошибок у нее из-за клубники скапливается вода и в общем никуда нету не выходит из-за этого она немножко атификает поскольку у нее через несколько дней лебединое озеро ей это не очень хорошо и она пока без клубники до того момента как мы уйдем в заслуженный отпуск вот мы сегодня хотим сделать вторую попытку похода в кино пойдем на министерство неджентльменских дел новый фильм Гая Ричи я люблю его фильмы и этот надеюсь будет такой же хороший как и все остальные я сейчас встретил нашу начальницу и вспомнил что я обещал зайти в облывной цех на пару минут для пошива сапогов на балет Анна Каренина у которой у нас будет же скоро премьера Анны Карениной на которую я не успеваю из-за травмы ноги к сожалению и Мариша наверное тоже в ней не будет занята хотя я не уверен но вообще планируется что потом мы станцуем когда приходили с Маришей первый раз за клубникой там привезли всего двадцать семь таких маленьких лотков а сейчас я пришел там просто ящики этой клубники вообще жесть я не ожидал даже от того как ее много и я рад что мы открыли сезон поедания клубники я ее люблю хоть она и не такая такая же вкусная как с хачем моего баба бегу на репетицию к Маришеньке моей посмотреть как она танцует лебединое озеро как она в даже что и мы с мы с пол Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 поскольку мой канал называется ну в смысле его основная идея это то как жить счастливо когда твоя жена халерина вот расскажу вам историю как мы носим домой костюмы шиваем на них перышки всякие камушки здрасте пару слов для молодых людей ну твоего состояния переживаешь ли ты то что ты будешь танцевать лебединого озера насчет лебединого озера я не переживаю я переживаю насчет пуан а что с ними не так слишком быстро ломаются да теперь их возмещают марина меня уговорила очень вкусно покушать ну что по итогу мы не пошли в кино потому что мариша устала у нее выступление и мы решили отложить походы в кино по до ее концерта поэтому всем спасибо что были с нами нажмите лайк дайте обратную связь всем до побаченья это значит пока